Проекты «Могучий ремель» и «Сердце Башкирии» прошли в финал всероссийского конкурса на создание туристко-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России. Всего финалистами стали авторы 34 проектов. 33 из них были признаны лучшими по результатам оценки экспертной группы и голосования членов конкурсной комиссии. И один проект по итогам народного голосования. От Башкортостана заявились два проекта. Туристко-рекреационный кластер «Могучий ремель» включает в себя природный парк «Ремель» и государственный природный заказник республиканского значения «Уралтау». В состав «Сердца Башкирии» вошли природный парк «Зелим», национальный парк федерального значения Башкирии, гора Таратау, Талпаровские ельники, пещерная система Кендерлинская-Леднево-Октябрьская, а также озеро Тугар-Салган и Аскинская ледяная пещера. По мнению председателя Госкомтуризма региона Салавата-Нафикова, у команд Башкортостана есть все шансы на победу, чтобы в дальнейшем появилась возможность развивать эти территории. Что касаемо дальше, что мы будем делать, да, ну там, соответственно, будут наставники, будет дальше командная работа. В дальнейшем упаковка проекта. Мы хотим в конце получить такой некий план для развития, в том числе и по привлечению инвесторов на эти территории. Как заявила заместитель гендиректора агентства стратегических инициатив Ольга Захарова, природные парки страны могут стать точками притяжения для российских туристов, а регионы получить дополнительные источники дохода от состояния комфортабельных мест отдыха. Популярность экотуризма, между тем, набирает обороты. И уже зафиксирован 15-процентный рост посещаемости национальных парков нашей страны. Задача нашего конкурса – найти интереснейшие проекты на самых перспективных природных территориях по всей России. Ранее стало известно, что Башкортостан вошел в число 44 субъектов страны, отдых в которых будет субсидироваться государством от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от расходов семьи на отдых. По данным экспертов, рынка лишь 20-30% участников отрасли – от гостиниц, турбаз до отдельных гидов – имеют официальную лицензию и регистрацию в налоговом органе.